Другая дама, тоже моя сокурсница, она была, извините меня, валютной проституткой, потому что КГБ выращивало этих шпионок на филфаках. Они непонятно как туда попадали при большом конкурсе, непонятно как учились. Замечательная девушка у нас была на курсе, тоже не буду называть ее имени и фамилии. Она была валютной проституткой, этого не скрывала. И вот у нее было богатое тело, ее бы в анатомический театр, как Одинцова. И она по распределению должна была официально где-то работать, потому что ее бы за тунеядство судили. Ее направили в вечернюю школу молодежи. Вот к ним, к этим ребятам, могал телом в вечернюю школу молодежи, да? Попала Одинцова. Экое богатое тело. Его бы в анатомический театр. Пришла такая Одинцова им преподавать русскую литературу. И ребята начали с ней кокетничать, рабочий, крестьянский. Вот, они стали спрашивать, а вот там по имени отчества, не буду называть, спрашивали ее. А что вы думаете? Для них считалось, что если сейчас заведут с ней интеллектуальный разговор, то они точно ее внимание обратят на себя. Это вот тургеневская проблема. Вот, к вопросу о том, почему литературные тетки этого не понимают. Потому что у них небогатое тело, и в анатомический театр им... А вот моей сокурснице туда была прописана путевка. И она по дикому стечению социальных обстоятельств пошла в учительницы. Недолго она там проработала. И вот она сидит, пышная такая, у ребят текут слюни. И самый смелый спрашивает, вот такая-то, Батьковна, скажите нам, а что вы думаете о теории Раскольникова? Ответ был гениальный. Она посмотрела на него сквозь бугры своих грудей. И сказала, я к вам пристаю? Нет, и вы ко мне не приставайте. Урок скоро закончится. Вот вам Одинцова в реальности. Редактор субтитров А.Семкин